Если вспомнить прошедшее лето 2018 года, то многие синоптики и метеорологи до сих пор вспоминают, что по средней температуре оно приблизилось к пятерке самых теплых за всю историю наблюдений на территории России. И по прогнозам специалистов, 2019 год может оказаться рекордсменом даже среди них. Первую рабочую неделю лета температура воздуха начнет стремительно расти. Благодаря антициклону установится сухая и малооблачная погода. В начале недели столбик термометра не поднимется выше критических показателей. Мы ожидаем плюс 21-26 градусов по области днем, ночью 6-11. Уже в середине недели ситуация с погодой изменится. На улицах города станет жарче, а по области температура воздуха существенно вырастет. Столбик термометра могут уже подняться до 25-30, но по области может чуть выше. Ночью уже 10-15, 11-16 градусов. В условиях повышения температур окружающего воздуха до 30 и более градусов может ухудшаться общее самочувствие. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди и маленькие дети. Медики напоминают, как вести себя в условиях палящего солнца. Во-первых, не находиться с 11 до 17 часов на открытом воздухе в самую жару. Стараться находиться в кондиционированных и хорошо вентилируемых помещениях. Окна в жару рекомендуется не открывать. Открывать их только для проветривания и в ночное время, когда температура воздуха снижается. Самые простые меры, которые могут уберечь от теплового удара, достаточно просты. Одежда должна быть легкой, свободной, из натуральных, легко пропускающих воздух тканей. Тем, кто длительное время работает на открытом воздухе, целесообразно носить одежду, максимально закрывающую тело от солнечных лучей, а также легкие головные уборы. Здоровым и молодым людям рекомендуется употреблять до 2-3 литров прохладной негазированной воды в сутки. Пациентам, которые имеют артериальную гипертонию, сердечную или почечную недостаточность, количество жидкости должно быть от 1,5 до 2 литров. Людям, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо измерять артериальное давление. При ухудшении самочувствия проконсультироваться с лечащим врачом и уточнить дозировку принимаемых лекарств. Во время жары может рекомендоваться другая дозировка препаратов. Пациентам, которые принимают гипотензивную терапию, это пациенты с артериальной гипертонией, также с сердечной почечной недостаточностью, в жару может снижаться артериальное давление. Поэтому дозу лекарственных препаратов также необходимо уточнить у лечащего врача. После длительного нахождения на солнце может появиться слабость и тошнота. В случае этих симптомов медики рекомендуют принимать прохладную ванну или душ, а также выпить прохладную воду. В случае обмороченного состояния, устойчивого и выраженного снижения артериального давления, необходимо вызвать скорую помощь. Олеся Котровская, Игорь Клотов, телекомпания «Город».